Продолжение следует... 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 брали след. Я занимался, но у нас такого длинного срока не было. То есть, может быть, и работали бы собаки, но не было. Игнатий Ильич, что вам в нем нравится? В первую очередь, я таких собак держал этой породы. У нас называли восточно-европейской овчанкой. Немецкая она меньше. Они спорят, но это стандарт такой. У суйки вот здесь вот 68 сантиметров от пола должно быть, вот в лопатке. А у кабеля 72, выше не должно быть. А меньше там 62 сантиметра, это уже немецкая овчанка. Почему они ничем не отличаются? И вот мы ездили, где приходилось ночевать, это иногда на остановках. Тут он не выходит, он сидит у меня коротко привязанный, привязанный пристегивать. Когда едем через мост, вода где-то, мы всегда двери приоткрытые, сами все отстегиваемся и собаку отстегиваем. Да мало ли еще, люди же... На случай, если мост... На случай, хотя бы вынырнуть можем. Я его отстегиваю, дверь приоткрыта, и все отстегиваемся, мы договорились так. А спорят, да ну, да ну че, машины идут, никто не падает. Мы договорились. В машине, конечно, то есть где-то кто-то командует за рулем-то, а это я уже не позволял. Вот он, трудно ему. Еще нет. Вот я запомнил вас, особенно деток трудно было. Это в Уссурийский край, тигры. Мы их не видели, но я знал. У него вес 330 килограмм, у тигра. А у этого всего 35 килограмм. Ну, да вообще ровно весы. Я его из машины никуда только выйду. Я не знаю, что у меня его, как топорик там держу или что. Ну а что от тигра-то, топорик этот? Но нигде тигр не появился. И поэтому он спал в машине. А так там обычно бывает, где-то зайц пробежит, он маленько ряхнет. Николай-то ведь за рулем, а они с Витей попеременно. А я там днем могу и подремать. Поэтому я вставал раньше, как всегда, в 4.40. А они спят там до 6. Я выйду и хожу, могу помолиться. И с ним занимаюсь. Вычесываю его каждое утро. Плохо, что шерсть не собирал. Потом пожалел от травматизма. От всем неба сейчас я на ноги мокаю. Ну вот так. Было где в Германии, там его наградили ковриками. Так, еще что-то ему. Он любит бублики. Маленькие такие, коральки продают. Я брал и потихоньку давал. На ноги смеются. Я говорю, все, ты отдаешь ему. Я говорю, друг мой. Вот. А бывает так, где-то мы остановились, а там машина подальше и люди к нам приближаются. Я сразу выхожу, начинаю с ним играть-то. Аня, не доезжая, сразу разворачивается. Зачем беду им наживать? У каждого свое. Особенно запомнилось, это было в Румынии. Там окружили цыгане. Еще по-русски разговаривают. Все, и что-то горбочек влезут. Я тогда его вывел. Прямо рядом-то сразу сядут машины. Еще где-то было, сейчас не помню где. В Венгрии или где. Ребятишки. Представили, что мы где остановились. Останавливаться нельзя. Деньги платить надо. Остановку сами придумали. Я его как вывел, а не как вораги по сторонам. Впечатляет. Безнаморника. Вот такое дело. Где он купался? Там во всех морях. Где только попадались. И в Черном море. И с той стороны, когда по Турции ехали. И в Каспийском. И в Азовском. И в Дону. И в Каналах. Где еще встречалось. Он везде купался и плавал. Даже это. Когда в Армении были. Севастийское озеро. Где мужчины были там. И он там плавал. И я с ним плавал. Там вода сильная была. Ветер. Успокойся. Успокойся. Все. Ты замечательный песик. Замечательный. Ой. Игнатихович. Ну вот. Как Вы его охарактеризуете. Насколько у него. Ну как сказать. Вот эти вот команды. Да. Насколько он их исполняет. Так скажем. Я не знаю как. Я вижу Сергея. Все время команды. Которые он исполняет. Этими командами я его мучил. Ну. Это ему одного удовольствия. Пойдут подальше. Наши спят здесь. И там сидеть. Лежать. Голос подать. Все. Ну. То что я видел. Он делает. Остальное. На ходу. На руки хватать. Я его держу. А когда вечером играли. Николай Кручинок. За палку. А где-то бывает дерево. Диско склонилось. Он любит обламывать ветки. Вот так. Я люблю прикармливать. Нас так ущерб. Команду выполнил. Я его сразу в рот. Что-то там. Он с такой лаской. Он бесподобненько подбеспокоился. И лег. Лежит. Вот так мы были где. В одно место там. Узнали что с собакой. Из библиотеки. Вся библиотека. Там люди вышли. Посмотреть. Сфотографироваться надо. Ну. Ясное дело. Такая даль. Из поездок. В поездке все разное бывает. Тем более у нас такая цель была. Везде благовестие. В одном месте в библиотеку приехали. А мужик маленько так подвыпивший. Вы что привезли? Мы говорим. Книги дали. Книги-то это вроде ладно. Ну. Автоматы привозить. Вот у вас надо свергать. Я говорю. Не. На это мы не пойдем. Власть какая. Бог дает ту власть которой мы достойны. Не больше. Иначе мы не поймем. Так что что касается собаки. Тут я очень благодарен Сергею Павловичу. А когда приехал сюда. Я делал доклад. На столе разложил надписи. Едем мы где? Югославия. Швейцария. Где? Болгария. Австрия. Ну все. Это Греция. Турция. И на столе все эти лежат бумажки. А дети тут. А тогда я показал два коврика. Которые подарили ему. И на стол. Он сел. Тоже зайчика. Зайкой. Сел. Дети. Погладить охотой. У нас все заснято. Это было. Он никого не тронул. Нигде. Никого не упустил. Мы. В одном месте было. Сейчас я могу ошибиться. Где-то там. Что-то. На границе с Германией. Кажется. Мы остановились. И люди так приветливые. Все. И какой-то показался мне подозрительный человек. Увидел, что я гуляю с собакой. А может там и нельзя было где-то. Он не оправлялся. Ничего. И он что-то. Так. К нам быстро зашагал-то. Я его подхватил. Со всех ног в машину. И захлопнул. Все поехали. Мы на эти конфликты никогда не шли. Нигде. А в Германии. Там где были. Там я даже отпускал. У них выходишь. У Валентины Дмитриевны Сортисон. А на той стороне. Я не знаю. Еще там верблюды какие-то. Ну и он все не дал. Не было такого. Чтобы он где-то кидался. Вот когда мы были в Португалии. Испания прошла так. Мы не знали где русские люди. И вот как Бог делает. Николай за рулем. Дорога. Ну что видно. Ни одного адреса нету. Никого нету. Как узнать где русские-то и где. Надо в церковь попасть. И в это время в трассе идет. Николай раз заворачивает. Ответвление. Как переулок какой-то. Я говорю, что я не знаю. А зачем по горному не знаю. Маленько проехали. Сидят три пенсионера. Мы к ним. Я среди них один по-английски разговариваю. А по-английски разговаривают четко, ясно. Мы сразу заговорили. Он говорит, а я знаю где. Я бы вас даже мог показать где. Но надо 20 евро. Это мне туда ехать надо и обратно. 20 евро. А у нас по 500 евро. Давай, давай. Лежи, лежи. По 500 евро. Его обидать тут? Да. Ну, мужчина, ты говори, вот этот сидит стоящий. Он говорит так, зажиточное. У него есть деньги. Но мы не дадим так на возьми 500, а нам принесли. Он сначала принес. Ну и дальше начало разменивать. Когда он насчитал 500. Они боятся принимать очень большая сумма. 500. И если обман. Ну, он понял, что не обман. Разменял. Мы ему дали деньги. Говорил, с собой собака. Какая сейчас я не помню. Ну, хорошая собака. У вас кто? Кобель говорит, у меня. Ну, ладно тогда. Мы не стали их, чтобы они нюхали друг друга. И он поехал прямо к храму привез. Да не доехал один. А один дом там рядом был. Зашел в полицию. А полиция говорит, да кому-то они рядом. Мы приехали там в престольный праздник. Еще главное, что до этого, там год назад, кажется, был отец Геннадий Фаст у них. Ну, она сказала, как обратился. И неоднократно повторил Игнатий Латкин, Игнатий Латкин. Они не знали. А тут сразу кто там, и подьяк, кто-то такой серьезный вышел. Игнатий Латкин, Игнатий Латкин. Игнатий Латкин. Так стойте здесь. Он быстренько в Болтарь. И оттуда уже несет просвор, запивку нам. Ну, и другим-то сказал. Вот отец Геннадий был-то, рассказывал. Так это вот он приехал. Нас там приняли, и это все мы засняли. Ну, подошли мы, как к лесу. А этот вышел, так, к прихожанам. Тарелку вынес. Вот, кладите деньги сюда, евро. Люди в поездки. Пока стояли, нам то что-то набрали. Но мы долго там не были. Побыли, пообедали. Помидоры у них были твердые, как шарики такие. И проловили с ветками. На ветке так эти есть. Ну, и собаку посмотрели. И дальше мы двинулись уже в Испанию и прочее. Все заспали. Игнатий Ильич. Вот она неприятно заставила только переход не польской границы, не шведской, как нас пугали. А российской. Обратно заезжаем. Девчонка сидит там. Уже все проверили. Пристало и все. У вас должна быть особая ветеринарная справка. Да какая мы едем-то? У нас все. Я не догадался. Мне надо было пройти через это. А они машина-то без этой. И пойти пешком. Я сказала, я пешком пойду. До поворота дойти за мной. А она нас не пропустила. Нас развернули. А может прошли все проверку. И куда ехать-то? Ветеринарная там далеко-далеко куда-то там в той стороне по кругу. Ну и поехали. Пока выехали уже дело-то. К ночи уже. Мы шли. На родину не пускали нас. Она применила пункт, где говорится, когда везут лошадей, коров. Ну тут понятно, это другое совсем. Там ящер или какой. Это собака. Мы показываем документы. Ну она сидит пешка. Неприятно так было. Ну вот так. Вернулись домой. А теперь еще Сергею благодарность я выписал. В целом? Игнати Игоревич, вот сейчас такая тенденция, что люди, так сказать, дрессировщики, любвисты мы их называем, которые вот говорят, что нужно, нельзя наказывать собаку. Вот нужно только любить ее, ласкать там, гладить все. И как бы, вот вы как смотрите на этот, на процент дрессировки? Свою собаку я так и делал. Я ее наказывать не надо было. У меня никогда не было строгого ошейника. Строгий такой, он не втыкается, но шипами. Электротоком видишь, чтобы нигде не брала, не отравили. Она мне никогда не брала. По себе я ровнять не буду. Я занимался с одной собакой, с одной. И поэтому, дома там у меня другая была собака от нее. Поэтому, кнута и пряника. Специально стек продается, как бич. И где-то она, дергаешь это тоже. Нельзя хуй, обязательно дернуть. Во всех учебниках написано. Вот. Я ее не дернул. Один раз дернул, когда приехал сюда. Вот и вот это рядом маленькое озерко. Где внутри деревни. И там утки плавали так. И она бросилась. Ну, я ее дернул. Она не понимала, что такое бить. Она была когда щенком. И я ремонтировал там что-то, не знаю, какое-то. То ли дом, то ли что. И она вышла и к соседям перешла там. А соседка-то взяла пункт. Да кто-то собак распускает на нее. Она села, на нее смотрит. Она опустила. Вот что за собака-то? Я ее бить хочу. А она села, не смотрит. Она не битая. Вот. Я ничего не могу сказать. Но иногда вижу жестокое обращение с животными. Этого не было. Она требует наказания. Требует наказание ребенок. Библия говорит, не жалей розги. Он не слушается. Но у меня другая. Он уже ученый был. Приехал. После первой поездки стал чемпионом Сибири. После второй вернулись. Он стал чемпионом России. Чемпионом России. На дороге такие звания не являются. Успокойся. 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 Я тебя не отпущу. Ну вот так вот. Горнулись. Рассчитались. Отдали. И когда третий раз ездили. С собакой же ездили. Без меня когда ездили. Ты ездил сам. На север. На север. Без собаки очень трудно. Я зовется так вот. По серьезному. Я бы даже может и не поехал. Это ночь. Непонятно кто где откуда как подойти может. А с собакой полный покой. А она успокоилась лежит. Смотри. Лежит. Как будто так и надо. Вот. Поглядывает. Ну вот что сказать. Есть еще. Добавил салить его плохо. Ураган. Мы молились. Чтобы здоровье Бог дал ему. Вот что такое у меня. Я говорю. Было. Там. Котлеты какие-то. Вот. Пряники. Я все с ним пополам. Все. То есть они едят полную. А я пополам. И поэтому наши отношения были. Вот Сергей говорил мне. Разбаловал. Он. Ты ко мне привязался так. Ну вам легко было с ним? Очень. Он меня ни разу не огорчил. Нигде. Что он не залает. А ты лаешь там где-то. Люди. Этого не было. Вот он поскурит. Скурит куда-то надо все. Я сразу понимаю. Надо выйти. Прогуляться. Прошли. Я скажу. Чтобы нигде он не оправился. Там где люди. Ну ходят. И проще. Ну вот его. 120 тысяч километров прошли. Это не игрушка. Три раза вокруг экватора земного шара. Евгений Тихович. Вот по десятибалльной шкале его послушание. Как вы оцениваете? От одного до десяти баллов. Я не могу его. Говорить как? Я по отношению себя говорю. У меня стопроцентное послушание было. Ему? Но не командовал. Его мне. Я внимательно смотрел что ему надо. Каждое утро расческа. Я его расчесываю. Вычесываю. Он стоит. Голубь поднимет. Я так его везде. Ну нигде. Ни идея не было. Ни капризиса. Чтобы он. Там. Там где. Он на десять баллов вам. Чтобы он отправился там где спит. Внутри. Кабины. Этого не было. Он меня ни разу не огорчил. Десять баллов поставим ему? Поставим. Даже разговаривать не стал. Аллилуйя. По десяти баллов я бы ему выставил десятку. Он грозный. Играть. Игривый такой. А мы засидимся там. Все потом играем. Николай Крущина. Николай Павлович там покрутит его. Ну. Палку он любит тянуть от себя. Да. Палку. Ну. А Николай там поначалу вроде говорит. Зачем его? Да. Он же водитель. Ему как-то. Да. Я говорю нет нет нет. Без собаки никак. Ну как? Ну как? Лёш спать даже нельзя. Мы же в такой даре. Мы часто ночевали на остановках. Подъезжаем. А дальше некуда. Только на остановке. А на остановке люди разные. Как же увидели, что собака. Обыск начинается где-то. У нас собака. Они проверяют где собака даже. Нет. УП. А мы же едем при деньгах. У нас на одну поездку один раз только. Только на горючую ушло 440 тысяч. Считай. Полмиллиона только на дорогу. Она машина как так. Но она и живёт много. Но тут уж мы не стояли. Нам жертвовали. Добали. Я проповедую там возрядную церковь-то. Молодёжь. А их отец встал мне. Он уехал. Подошёл вытаскивать. Я не знаю. Немного сколько-то. Деньги даёт. Вы такую дорогу едете. Что полиция, милиция как-то с собакой. Вот на Украине больше всего пришлось за него заплатить. Самые привязчивые, самые жадные оказались на Украине. Прямо вот из тебя из зубов рвут. Вот дай мне. Прямо не скрывай где-то. Дай мне. Я книги дарю где-то. Пропустить. Привязались со справкой. Всё раз. Ладно. Самые строгие, говорит, взыскают к собакам, это Скандинавия. И там нам нигде, ни в Дании, ни в Швеции, нигде не перехали. Никто нигде ни разу. Только вот на Украине. А мы в Украину там ходили несколько раз. Шенгенская зона. Каждый раз заходим. Если я заехал в Турцию, я один раз. В Грецию один раз. А идём через Украину, я туда и обратно, туда и обратно. Сколько раз заезжаем, а Саху-то там. И нам каждый раз надо заходить. Это не просто так было. Даже очень не просто. Я очень доволен. Потом один раз какая-то собачка привязалась, пришлось отгонять. Полюбила его, что ли. А в другом месте собаки. Я вышел гулять, а там собаки здоровые такие. Ну я палку взял и палкой тогда как начал. Ну не ударил ни одной, ничего, а напугал. Вот. Он нигде ни разу хвост не поджал. Достойно. Какой у него характер? Какой у него? Как был его? Хороший. Я всё время святой воды подливал. Святой воды давал его пить. Ни разу не заболел. Ни температурил. Ничего нету. Вот. Вот. Я как будто бы всегда был моим. Как будто с детства я его воспитывал. Я очень благодарен Сергею Павловичу. Вот он. Спаси Христос брат. Представь такие поездки. От Владивостока до Лиссабона. При Балтику всё прошли. В Скандинавию. Это сколько уезжали. А когда едешь через море. Балтийское то. В машину зайти нельзя. В машину поставить и к ней уже не пройдешь. А ехать почти сутки. Он ни разу не отправился нигде. Ни разу. А что там за история с венгерскими цыганами? Да ну что то так. Что то я не знаю. Они там. Что то приставали? Да они не то что там. Как то. Но не понравилось мне. Прям наседают. Наседают. Ни угрозы никакой не было. Ну вот. Ну вот. Вплотную лезут ее. Надо узнать ему. Надо посмотреть там где-то. Я тогда вывел ее. Они все сразу. Разбежали. Вот так натравливать на него. Фас сказать. Ни разу не пришлось сказать. Нигде. Игнат Тихонович. Вот вы говорите. Друг. 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 Да. Действительно собака друг человека? Большего друга нет. Уж не сравнивать же с женщиной. Как Иоанна Тавус говорит. Что в мужчинах ценно для женщины. Ну. Чтобы у него импозантный вид был. Красиво не говорят. Прекрасный вид. Ну. Второе что. Чтобы защитить мог. Сильный был. Понятно. А еще. Ну и богатый. При деньгах. Чтобы карманы набиты были. Щервонцами. А еще что. Ну чтобы знатный был. Должен был. Ну не ниже губернатора. По крайней мере. Это. Так вот. Был однажды человек. Который все уместил в себя. Самсон. И она на коленях усыпила и передала. Собака. Собака не смотрит какой ты. Пьяный напился там. Или обиженный где-то. Она тебя любит. Такой как ты есть. Более верного животного. Просто нету. Он привязан. Вот. Кошка она. К месту где есть. А. Он к человеку. Вот этот. Кобель. Он. Ко мне привязан. Я крикнул ему. Рядом там сидеть. Он все. Выполнил. Считается по интеллекту. Собака и лошадь. Примерно на равных. А остальные. Если. Ну по 10 балльной системе брать. То остальные там сразу перескать. До пятерки. Угу. Игнать Игоревич. А вот. Есть такое мнение. Что как бы. Собаку в доме нельзя держать. В доме. А это на чем это основа. Где иконы. Я не знаю. Где иконы. Например. Ну я слышал. А на каком основании. Ну. Псы едят крохи под столом. Как бы оно нечистое животное называют. Да. Оно нечистое. Да. Если в храм собака попала. Храм освещается. Ну и что это. Из этого. Окошко. Одинаковое нечистое. Окошко по храму бегать. Никакой нужды нету. Что за правило такое. Когда они на равных нечистое. Оно. Она не парнокопытная. И не жвачная. А должно быть то и другое. Ну вот она в доме. Нельзя. Нельзя. Потому что ангел не зайдет. Я говорю. А как же там ведь пошел. Архангел Рафаил. И собака написано с ними. Собака с ними. Они не знают это место. Дальше начинают. Я показываю. И псы едят. Крохи падающие со стола. Гля. Стол то где? Ну стол то не в поле стоит. А в доме. И псы едят. Крохи. Как они едят если их тут нету. Ну и вот и все. Больше говорить не надо. А вне псы и чародеи. И когда люди плохо священники учат. Псы бредящие лежа. Любящие спать. Вот он. А вот собака как то может помочь в воспитании ребенка. Каких то качеств положительных в нем. Да. У батюшки они были собаки. Там дома. Ну такие вот ласковые. А ребятишки бегают без штанов. Ну бывает там оправляется. Она тоже заедает и завизывает сзади. Ему не надо ни памперсом. Ничего нету. Собака любит. После человека экстременты есть. Потому что там много они перерабатываются. Ну да. И она за ними. Ну а бывают такие как пули. Пули там это маленькие. Овещи пасут. Они. Или вот это взять шотландское. Колли. Она детей любит особо. С детьми водится. А когда вот эти как вот стаффорты разные. Или видел ребенок спит. Тут я не знаю. Я уж не говорю там это. Сам это главный видо это. Какой он? Белый то такой. Морда такая крысиная. А в интерьер. Да. Красота. Проходили испытания собаки в Англии. А что у него здесь? Ну нельзя выслешь. А. Можно. Ну-ка давай ножницы возьми. Давай. Не-не-не-не. Мертвы. Вон ножницы лежат. Их вижу. Ты зайди незаметно с меня сзади. А с обратной стороны. Вот сюда вот. Вот я держу палец здесь. Возле пальца вот здесь вот. Чтобы тело не засыпить. Давай-давай-давай. Вот. Возьми сам. Понял? Вот. Возьми. 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 Городенч. У Вас smallest, аleton пас же пров mortgage. У отца вашего собаки были только. Да. Просто в кавказце. Я теперь не знаю. Овечек он пас, и поэтому надо было охранять. Они все время у нас Promise. Друг друг. Мой Rex и первый Дунай был. А третий маленький щёленький. Такой был. Для двора. Мы без собак не жили. И кошек чтобы не было тоже не было и много ребенка. Я считаю, собака очень важный элемент воспитания детей и прочее. Мы привыкли в этой ласке жить. У нас это не было, чтобы мы сестюхались. Маменька, тятенька, тятька, мамка, и Кимка, Пашка. Вот так вот это просто. Ну, а собаки знали. Большой Марс был, мы горком на него садились, он возил. Санки запрягали. В санках он возил. Человека три сядут, он прет, ну, как большой теленок. Он намного больше этого был. Порода я не знаю какая. А может ли собака в ребенке воспитать чувство ответственности? Не знаю. Мне не дано это знать. Я никогда об этом не задумывался. Я не преувеличил собачьи возможности. Просто приучали быть ласковым, не делать больно. И мы, нас никто не учил. Собака там, элемент воспитания, как у меня голуби. Это бы не было. Мы просто знали, собака это хорошо. Она на свете, брали с собой, пасти, когда шли. Нет. Ну, а вот сегодня родитель покупает ребенку собаку, надеясь на то, что ребенок будет его выгуливать, научиться за нее отвечать. Не знаю. Если по-хорошему, то да. Это я согласен с этим. Но небольшая собака, которую он может держать. Ну, какая-то там такая, как баллонка или что. А такую-то собаку где-то пенсионер удержит. Вот Сергей выезжает, я в него беру, за ними ухаживаю, кормлю и все. У меня одно удовольствие. А то он приедет еще и благодарит меня с собакой. А я доволен такой, что меня за полноценного считают. Игнатих, ну какие она эмоции у вас вызывает? Почему вы так любите собаку? Какие-никакие это не эмоции, ничего нет. Просто собака это хорошо. Я смотрю на солнце, жмулись вроде, а мне тепло. Собака, у него какая-то реакция есть на все. Ему охота погулять. Вот я прихожу, а шарик сейчас выношу, кошек кормлю, а он сказать-то не может. Ап-тяп-тяп-тяп, лайк. А я ему чашку наливаю. Он уже смотрит, что у меня будет. Чашка. Он там бегает, цепь и пыль поднимает, а я иду разговариваю. Я утром захожу голубям, добрый день. Ну как вы тут? Чего смотрите-то? Христа-то верите? Нет, я с ними разговариваю. Все время приветствую их, они голову на бок, и прям возле меня там со всех сторон. А раньше было, я занимался с ними, выйду в отбор там, где молимся-то. Они на руки мне со всех сторон, породистые, голуби садятся. Один был у меня такой вот крест, где это, крестовина длинная. Он так поднимается, столбом вверх. И опять поднимается, и вот так, и многократно. Даже там, где я кормлю их, в комнате он подойдет и перевернется. Я не знаю, кто-то его убил или что, я нашел только его там, где дрова отдельно. У меня не было все лето. Вот он, да. Вот что с собой, ребенок делается добрее, ну а другой, может быть, наоборот, мучить ее будет, собаку. Я никогда вопроса этого не ставил. Собака, это хорошо. Ну это даже очень хорошо. И мы так привыкли, мы выросли среди собак, кошек, ребятишек. А, детей нет, собака любозится. У нас 10 детей было, 10. Отец измолит войны. Наши приехали, а у отца как корица такое. Мать доит корову, он чуть не пол ведра вылил, а там кошки все. Я говорю, у тебя, что ж ты их расплодил? Да холера их плодит, они сами плодятся. Ну, все такое. Хорошее. Самая умная из всех пород собак, вот эта собака. Кавказская овчатка. Это сказать, вот, или что вы говорите теперь. Самая умная. Это и на границе, и в полиции, и в милиции где-то, и на пазбе. Ну, везде она, везде. То есть все качества соединены. Легко дрессируется, не агрессивная, и одновременно злобная. Может задержать человека. Ну, я работал просто любителем, я не одну собаку держал. А одновременно, чтобы учить несколько собак, как Сергей Павлович, мне это не дано. Я только со мной занимался. Я вот вижу, погиб какой-то там пограничник где-то, и собака на другой объект идет, что-то там меньше там где-то, но уже с ней никто не может работать. Я этого не понимаю. Я думаю, что можно перемещать ее, чтобы другого за хозяина признавало. Я беру месячного щенка. Для него я все, все, что такие есть на свете. И от меня он кроме добра ничего не имеет. А вот, допустим, ты пришел домой, а она книжку вытащила и оторвала. Ох ты, паразит такой, да книжка его, или посарапала. У него это не с книжкой ассоциируется, а с тем, что ты пришел, и это плохо. Только я теперь открыл хозяина, шмыг куда-то собака, а здесь наоборот. Он подбегает, я, конечно, полоскаюсь с ним, спрошу, как дела у него тут делают. Вот говорят, у кого собаки есть, вот Бим, белый Бим, черноуха, пенсионеры, инвалиды. На три года дольше живут люди. На три года в среднем. Это что-то значит, не три дня. Он приходит, ну что будем делать-то? Пенсионный возраст повысили, пенсии поурезали, ЖКХ задавило. Ну что мы с тобой будем делать-то? Да ладно, уж как-нибудь переживем, уж сухарик один-то пополам. Ну что сделаешь-то? Ну депутатам сто тысяч, а нам только семь. А, проживем. И все. Ну, конечно. Ну, все волнуюсь. А она даже не смотрит, заснула. Смотри, дремит по полной программе. Она бодрствует. Она презрение показывает. Так вот, я даже голубей подержу, мы их наберем, дети, я их наловлю в коробку, и идем туда на пруд, чтобы оттуда летели, чтобы дети сами могли отпустить и смотреть, как он летит. Поднимая детей на обе головы, вот у меня здесь две голубятни, они видят, как яйца у них, как маленькие ребятишечки эти у них, голубятки, выходят. Вот это все делает ребенка более спокойным. Игнат Тихонович, я вам так скажу, вот он вас знает, благодарен вам, и вчера, удивительная история, вот в прошлые разы, когда Сергей кидал аппорт в воду, как сказать, верный урагана перегонял и забирал у него ложек, а вот вчера он не отдал. То есть вчера он полностью, так сказать, видит, что вы с нами были, и он не подрел вас. Да, он старался лучше ради вас. Да, вот я это отметил, я добысь. Вообще, прак такой интересный. Да, стареет раньше человека. А сколько в среднем собака живет, или максимум, там, как? А? Сколько собака живет, ну, плюс кинем? Ну, это смотря как, вот сколько, 8 лет он уже стареет. 8 лет, это уже дальше на старение заметно. Ну, бывает, я считал, где-то до 30 лет тоже было. А обычно так где-то 12-15, это и условия. Маленькие собачки живут дольше, чем крупные. То есть 8 лет, это как у человека 50 лет, да, уже? Да, примерно так. Вот он. Все. Сейчас не надо не гладить еще, он начинает... Вот он, как на самую однокошку-то. Ох, как настали бы. А она пошла хвост дудкой. Нигде не отпускают. Он задавит ее сразу. Это когда собака вот так вот, тогда кошка может прогнать. А когда он с налет ее шибанул, она перевернулась, она ее схватила и все. Игнатий Игоревич, я не знаю, может, провокационный вопрос или нет. Вот вы и Сергея, как дрессировщика, насколько по десятибальной шкале может... Я не знаю десятибальную шкалу, я бы все говорил раньше. Вот сейчас совершенно не так учит, как нас. Он даже собаку дражит, сам руку подставляет своей собаке. Да нас повесили за это. Да кто ж так делает-то? Мы если задерживали, то с этим человеком я не имел права разговаривать. Я должен был только кричать на него и еще раз его дорогой трепануть. Это враг. То есть к реалии приблизимо. Не то чтобы, мы реально. И когда мы обратно шли, от меня прошел человек и сказали, там, еще есть какой-то, он и след взяли, он там по кладбищу на булыге накрутился, и два раза воронку перешел, или пивоварка там эта, пивоварка, видна река-то. И вранжирный парк, где поезда ремонтируют там это, и он такой колодец, где там вся амуниция есть, и все, крышка там надежная, железная. Он залез и крышкой железной закрылся. Моя собака дошла, лаку положила и стала скрести, и ловит. Мы тогда открыли крышку, ее вытащили с человека, и дальше я его начал сопровождать. А дорогой там видели вандал, он ломает кресты. И теперь пришлось мне уже того привезти прямо и сдать полиции, милиции. Вот дорога, собака умная. Вот дорога, я скажу, на полигоне у нас выстрелы, там взрыв пакета, у них-то этого нету. У нас задержание, брать след, сопровождение, повалить, связать с человека, это все это было. В магазине посажили мою собаку, даже две. За это платили, она на зарплате была, питание доставать помогали. И костюм даже, кажется, мне отдали. Дрессировавшись, на кого пускают собак, с ним уже ни один не разговаривает, это враг. Они только глядят. И поэтому, когда она это отпускает, то где-то надо, чтобы без костюма был. Иначе она только на костюм идет. В любое время суток, у нас за мной, в милиция приезжает три часа ночи, занятия в ржирном парке, это от милажного комбината. Мы туда едем. Во всякой погоде. И меняются люди, то есть он должен, собака должна работать во всех позициях где-то. А двумя собаками занимался, там он двумя, и слушается, я против него, я себя считаю, я никакой даже. Я один, она у меня, я не вот так включать, я рядом, у меня не было. Рядом, все, ищи, ищи патроны. Она говорит, патроны. И она начинает, где гильзы лежат, все гильзы на языке поднесет. Идем с вокзала, я говорю, ищи, она на меня смотрит, я говорю, бутылки, бутылки. И она смех, и все бутылки собирает, я складываю, сдам, и ей мясо куплю. И последнюю бутылку не беру, она идет и в зубах держит. А там же издорожники глядят, собака, то ли выпивает из него. Понимаешь как, это разный уровень. Вот то, что он делает, вот это, это у нас начальная школа, как третий класс. А у нас высшее образование было. Но я заменялся со мной, ему больше и не надо. Это собаки выставочные. Самое трудное, это вот стрелять в кустах. Я выгнал, его взять надо. Я собаку должен пустить, она должна оползти, не бежать, оползти и с тыла напасть на него. И когда она его повалит, в это время мы бежим, чтобы его схватить. Это очень трудно. Во всем, по этому щиле длинные, где трубы лежат, во все трубы собаки проползали. Я занимался с этим. Это очень и очень трудно. Люди даже не понимают, одна из трудных команд, это рядом, вот он, у него отработана щетка где-то. Рядом. Я ходил бы, она без ошельника у меня была. На вокзал, с вокзала я иду, где она как пришитая. Вот она у меня бывает, вперед, он опять рядом. Я сказал, один рядом дальше иду уже, не могу не смотреть. Ей надо отправиться. Она на дороге не отправится. Она сразу, где клоу, кусты растут, она пятится с этой статуары, садится и там отправилась. Мне убирать не приходилось за ней. Этому я не учил ее. Она любила у меня жареную рыбу и сметану. Я на блюдечке положу и ухожу. Нельзя, она не возьмет. Вернусь через 4 часа, ничего не тронуто. Понимаешь? Это разный уровень. Кровать моя вот здесь вот, на расстоянии 2 метра кровать жены. А я иногда где-то долго бываю, вот я ей поставь, чтобы она не видела. Она поезла, у нее определенная чашка, определенное место. Я ложусь спать и говорю, охраняй меня. Она ее ко мне уже не подпустит. Она заряжала, сразу ее толканет. Сначала толканет, а нет, значит она цепится. Я сказал, все, для нее ни жены, ни родных, никого. То есть это у нас высшее образование собаки. Выше этого уже не учатся. Ну вот к этому уровню вы через сколько пришли? Полгода. У меня собаки были очень умные. Вот первый поезд на нюх. В 4 месяца мне щенок взял. Щенок. В другой комнате канаты лежали там, я не знаю, перетягивали или как. И под них по рукавичку спрятали одного из клиентов, пришли. А там другая рукавичка, я дала ему только подъехать. Он в другую сразу комнату и под этой все. Все так ахнули. 4 месяца, а то щенок. А то Господь так сделал. Я люблю и мне так и шло. А другой из сил выбиться, ничего у него нет. Я не знаю, я куда бы ни поехал, в гости, там где-то, в Тальменку. Собака всегда со мной. Я нигде с ней не расставался. То есть мы слитые с ней были. В деревне потеряет. Где тут? Так, тут сейчас надо глянуть. Где Люба живет, здесь Семен Сеськов жил. И там баня стояла, я садил в след, а он туда и на бане залез и спрятался. А я издалека пустил баню, но баня из бревен. Так она по бревенам по этим, вот прямо туда сразу. И вот оттуда вышло. Я учил по лестнице лазить. Лестница как вот эта вот, не такая, что площадка, а прямо обыкновенно вот эта, круглая где-то. И она как по земле шагает. У меня длинные были, вот так вот, на такой высоте ходить по какой, это, в виде дощечки, не больше шире руки-то. И она не заходила так от наклона, а со стороны прыгала прямо на нее. И на ней сидеть, конечно, неудобно, но у меня, вот сколько здесь, пример, вот как до потолка. Вот такой барьер брала. Ничего себе. Да. 2,80. Ну я видел на кадрах, черно-белых, что... Ну я, у меня были здесь, прямо перед домом. Вот дом я вот сейчас пропавил здесь, и там все у меня было, для собаки. Один раз у меня выделили, ей было уже месяца 4, и местные решили ее украсть. А я без грузья никуда. И Ане шли из кино, и решили зайти. И видимо, когда-то подошли, рядом-то она заборщала. Я дверь как пнул, открыл, как дал, за одного ствола, а потом из другого, как они рвинулись и бежать-то. Ну у него у меня холостыми были. А соседская тут, сестра двоюродная, она подумала, что у нее перепонка лопнула. А второе, она перепонка изменит, и она не поймешь, что она слышит. По Агаме, Агапе Степановне, она мне потом рассказывает, я подумала, что у меня перепонки повредились. Вот он лежит, все. Он отдыхает. Но он такой же, как я, в сон тянет. Мы с ним еще даже больше друг на друга похожи. Одна бабушка, я вижу, она держит овчарка, черная вся, берта. Берта – это человеческое имя, это неправильно называть. А я овечек пас, на овечек-то около тысячи. Она их видела или не видела? Называется «Черлочный метод». Она вот овечек подгоняет, она вот так вот бежит, дальше, дальше, дальше подгоняет. Бараны бьются олбами, и, видимо, рог и черри завелись, он как сумасшедше взялся, схватился, и все... А у нее-то сзади курдюк, курдюк, как шапка, жир сзади, хвост. Курдюк называется, видал, нет? Ну да. Вот такая вот, просто огромная. И он бежит куда-то, я ее пустил, так она его догнала, схватила за рог, повалила и держала, пока я прибежал. Не за курдюк, ничего. Держала к земле, прижала и держала его. Когда загоняется, загонят, она идет, и везде вот так щенков, последняя, щенок не ехала, но мордой тыщет. И как только вот ворота закрывать, она за ворота, а туда уже не заходит. Последнюю генку толкнула и стоит. Понимаешь, как? И здесь один верующий, я ему оставил, а вот зимой она щенилась, и он ее, сорокоградусный мороз, в комнату не пустил, а щенков отнял. Ну нет, все, сиськи, все, сиськи-то отмерзли, видно, и все, она погибла. Я сильно гневался. Как же мы могли так сделать? Все, свои хоромы боялись повредить. Здесь я очень-очень недоволен был. А как ее звали, Геннадий? Кого ее? Берта. Берта? Берта. И вот мы сидим с ней на крыше, вот здесь землянка одна есть. Я говорю, как вы похожи друг на друга, мне говорят. У ней морда печальная. Я говорю, я не печальный где-то. Нет, похожа. Вот когда близкое общение какое есть, я не знаю, но мне так уже тоже склоняюсь. Видимо так. А от Берта одна же у меня заболела. Я ей на ее есть, что она любит. Молоко с яйцами, со свежими. Она вроде берет. Мама моя посмотрела, ты ей не давай есть. Она бережет себя. Ей нельзя. И постепенно, постепенно она выровнялась. И так эта собака. Одна погибла, другая. В принципе. Иногда думаешь, лучше не держать, чем так переживать. Ну вот все. На собаках я ничего не скажу, кроме хорошего. У нас не было таких, чтобы кинулась. И даже отец держал эти злобные собаки такие. Никогда никого не укусили. Ни разу. Я выхожу сюда, если я в общую квартиру, я на первом этаже, ворощенного типа. Я в дверь выгляну, никого нету, а там в тамбур малькер. В тамбуре никого нету? Нету. Нету. Я тогда вывожу, держу вплотную около себя за поводок. Чтоб случайно не было. Когда у тебя было, там кинулись, там укусили или что-то, у меня никогда не было. Они помогали мне задерживать преступников, я сколько раз задерживал. Они меня боялись. Ну я две собаки держал. Одна ученая, а за другой прилетела в уголовный рост за Салматрю и улетела она туда. И все, и не вернулась? Нет, я совсем продал. То есть я правильно понял, что лучше собаку завести, чем жену? Ну смотря когда и как. Если ты где-то один живешь, тебе нужна помощь, сыновья и прочее, лучше жениться. Начало стяжания полагает жена. А в общем-то, в народе такое и есть, что собака более верная, чем женщина. Это не в обиду женщинам, а... И мужики-то они сегодня хуже баб. Верность собаке безгранична. Даже если лев, даже тигр, она может броситься, хоть на одну секунду, продлить твою жизнь, чтобы ты успел перезарядить. Ей просто границ никаких нет. А вот фильм смотрели про каски, которая вот ждала... В Америке там была жена. Да, много-много лет. Я знаю. На одно место приходила. Это не один случай. Памятник поставили. Да. Я знаю эти случаи. У нас интересно, один тут мужчина, папков был где-то, уехал. И у него собачка была, сдохла. Сдохла. И в этот день он умер. И был козлик, он его кормил. И козленок в это время в этот же день тоже сдох. То ли связано так, то ли чувствует. У нас никогда не было, чтобы собаку завести. Это грех или что-то. Не знаю почему, у нас никогда такого отношения к собаке не было. Просто не было. Не держали в комнате, но если она зашла, ничего и нету. У Сергея даже слезно, его одна из клиентов слезно благодарила. Вот расскажи про этот случай. Стаффорда я ей продал. Да. Студенты они были, муж с женой. Муж часто ездил в командировки. А жена дома оставалась одна там. Ну, вечером темно гуляла. Вот. Зашла в магазин, Стаффорда привязала возле магазина. Выходит из магазина. И компания подростков, ну, поддатые, стали к ней приставать. Стали в машину ее. Сейчас же поедем в лес. Свадьбу играть там. Одному она понравилась там. Вот. Она накануне у меня попросила ошейник, такой с грузом, ну, для Стаффорда надевают, чтобы шею качать. И он великоват. И Стаффорда видит, что хозяйку-то угроза ей. Он вперед-то, ну, на привязи. И у него хватило интеллекта назад. И он на зашейника вырвался, подбежал. Все, они протрезвели сразу, махом все. И она говорит, я испугалась. Вы попросилась? Нет. Она говорит, я испугалась, я закричала, фу, я вижу, он несется. Я говорю, ну, что ж ты? Вот так, собака. Я думаю, так считал, что первое животное, которое Адам приручил, если он приручал, это была собака. Всюду опасность из рая, когда вывалился. А уже, ну, так что. Козы, что у Рамбезона Круза, то это на необитаемом острове. А он остался с собакой, там собачка с ним была. Сразу нас. Ну, все? Да, благодарим. Да, я с детства с собаками выросла, поэтому для меня собаки очень дороги. Но когда вот эти маленькие, да, одетые, да, я на таких ножках, это, креветки, креветки, они такие не держали. Мы всегда держали серьезные собаки. Вот этот Макс был, он одновременно с двумя волками боролся. Вот как. Марс? Марс звали, Марс. Она была жучка, сучка. И он ее любил, видимо. Она первая сунглась на волков. Они как ее дерны, шкуру с нее, как перчатку сняли. Но он тут расцвелепел, а он ее любил. И начал ворочать волков. Так, все, отдаю. Спасибо, Христос, за внимание. Держи крепко, чтобы там рыжая не попала. Спасибо, Христос. Слава Христосу, рассказ. Благодарение Богу. Ага, Бой. Хороший. А, да, да, где сидит он? В вороде, там. Давай, вороде. Все, идите с Богом. Давай. Давай. Спасибо.